Документальную киноленту под названием «Мустафа о лидере крымско-татарского народа» представили в рамках Киевского международного кинофестиваля «Молодость». «Мустафа» — это кинорассказ о жизни и деятельности Джимилева, пять воссозданных сцен на основе реальных событий, которые охватывают период с начала депортации крымских татар в 1944 году и по 2015 год. Сюжетная линия с первых минут погружает зрителя в атмосферу времен советской диктатуры. Вместе с Мустафой Джимилевым вы переноситесь в тюрьму, голодаете, общаетесь с единомышленниками по борьбе за возвращение Крыма, ощущаете себя активистом национального движения крымских татар. Особую роль в ленте занимают воспоминания людей, знавших Мустафу Джимилева, диссиденты, правозащитники, представители национального движения. Чтобы многогранно раскрыть историю жизни Мустафы Джимилева, команда фильма посетила пять стран и записала 26 интервью. Мустафа Джимилев всегда был в обязательстве событий. Даже когда он сидел в лагере, он все равно был таким, насколько я понимаю, он был и для своего народа ориентиром, и нравственным, и политическим ориентиром. И для многих диссидентов, которые хотели понять, что происходит, или какова точка зрения крымских татар по тому или иному вопросу, многие смотрели, что думает Мустафа Джимилев. Мустафа – это история о его ненасильственном сопротивлении во время Советского Союза, о том, как он боролся с системой, и был одним из тех, кто победил эту систему. И сегодня Джимилев продолжает бороться, но это уже другой враг – оккупационная власть РФ, отнявшая Крым у коренного народа после стольких лет борьбы. Оценить роль лидера крымских татар и прочувствовать его жизненные ценности режиссеру фильма удалось не сразу. Он рассказывает, что лишь после оккупации, когда Украина потеряла Крым, Ахмед Сарахалил осознал силу личности Джимилева и понял, какой это вызов – говорить правду. «Принять решение заниматься этим фильмом было очень непростое, потому что Мустафа Джимилев – очень масштабная личность, и я даже не представлял, как его можно вложить в какой-то хронометраж, потому что здесь либо пришлось бы рассказывать о каком-то одном событии из его жизни под микроскопом, чтобы вложить в 90-60 минут, либо в тот путь, который выбрали мы. Мы, так сказать, выбрали самые главные, значимые события из его жизни». Передать максимально реалистичную картину действительности того времени стало возможно благодаря сочетанию фильме архивной хроники, художественных приемов и элементов изобразительного искусства. Мустафу Джимилева показали в фильме не просто как политика, а как личность. Делится продюсер Тамила Ташева. «Мустафа Ага, там фильм вы дивились, пан Глузман, он сказал, что с Мустафой сложно говорить, он любит мовчать, да? И это правда, очень много эмоций Мустафа Ага не показывает. Но мне было интересно спостерегать за тем, что он посмехался где-то, он там был больше застережен в себе. И реакций было на улице очень много». На съемки фильма авторская команда собрала 150 тысяч гривен через спин на кошт и 50 тысяч долларов выделил Национальный институт демократии. Фильм «Мустафа» планируют показать на украинских каналах ближе к 18 мая, годовщине трагической даты начала геноцида крымских татар. Ну а сейчас киноленту готовят к показу на международных кинофестивалях Сандерс и Бьеннале. Продолжение следует...